Восвятая служба информации, телерадио компании Гомелю, студия Александр Гамоля. Добрый день. Областный выканавший комитет и областный совет депутатов повеншевали Жехаров Гомельщины с Новым Годом и Рожством. Увеншевание отзначено. Новогодние традиции обедновывают поколения. Мы за усёды с нетерпением чекаем этого светлого свято, коли под бой курантов можно загадать заповедное ожидание. Подводим выники своей працы и спадяемся, что будущее будет обовязково лепше. 2015-й запомнится створальной працей и важными подеями. Он был означен дальнейшим развитием экономики, значными выниками у адукации, навуции, культуры и спорта. Досягнутые успехи – это заслуга всех Жехаров Гомельщины. Нехай 2016-й принесе нам новое досягнение, будя наполнено радостью, счастьем, добрынёй и любовью, говорится у Веншаванне. До речи, у всех, кто придется устракать Новый год до головной Ёлки Гомеля, чекает насыщенная программа. За полгодины до полночи тут начнутся выступления артистов, яких сменить файер-шоу в выканании Театра Огню. После полночи гостям свято пропонуют принять удел в шматликих конкурсах, причем самая оригинальная пара новогодней ночи отримает бесплатные билеты у один из ресторанов Гомеля. Тут же на центральной площади Гомеля до трех годин будут працевать и гандлёвые роды, які пропонуют горбату и каву, а так само разностайные кондитерские кулинарные выробы. Концертно-забаляльные программы будут организованы и в кожном районе областного центра. Тут шоу протягнется с половы першей до двух годин ночи. На передаче дни Нового года у Гомеля открылся пятый полик у дитяча дом семейного типа. Тут будут выховываться 10 приемных детей сями Дроздовых. На врачистой церемонии открытия побывал наш корреспондент Яуген Пабалавец. Семья Дроздовых у свой час выховала 7 родных детей, за что Любовь Владимировна отримала у знагороды з рук президента краины, як мать и раиня. Зараз семья планует поставить на ноги еще 10 приемных детей во взросле от 6 до 15 годов. Допомога ей у этом держава. Вот этот красун коттедж был побудован литерально за три месяцы. Кошт будовництва склал крыху больше за 3 миллиарды рублей. Это сродки республиканского и областного бюджета. Батьки працуют по контракте, на кожного выхованца дается дитяша допомога. Семья Дроздовых переехала у гэты будынок за тыдень до официйных открытий. Дом был сдаденный, як кажуть, под клюш. Заяджай живи. Есть мебля, вся бытовая техника, навод система вида назирания у Сталявана. Одним словом, створены усе умовы, как приемные батьки думали только об выховании детей. Телевизоры, бытовая техника, стиральные машины, холодильники, все-все-все обеспечили полностью. Детям компьютеры поставили два. Вот вы видите здесь ковры, мебель, посуда, все обеспечили. Спасибо вам огромное. На даденном моменту в областном центре працуют уже 5 таких домов семейных оттыпом. 40 детей, які у свой шас по розных причинах застались без батьков, отримали дах над головой и батьковский клопот. В планах строительства еще одного дома на следующий год. Ну, дальше пока мы не загадываем, но то, что программа верстается на следующий год, это в рамках государства и неинвестиционной программы выделяется средства под строительство таких домов. Евген Побловец, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Нотариальные работники Гомельской области долучились до областной доброчинной акции от чистого сердца. Яны перелечили некольки миллионов рублей для набыття новогодних подарунков для молодых инвалидов. С юристами сустрелся Олег Синцеров. Кажут, что добрый нишмат не бывает, але коли справодится инвалидов, то гэта ствердження мае напоено особливое значення. У акции от чистого сердца два, при маючу делок целые предприемства, так и особные же хары Гомельской области. Сирот официальных организаторов гэта акции «Гомельский Абл Ваканкам», областная организация «Червоных Акрыжа», союза «Жанчин», телерадокомпания «Гомель» и гомельская епархия Белорусской Православной Царквы. А вось и ее уденником може стать кожной, тем больше, что задача высокородная – оказать подтримку молодым инвалидам, які проживаюць на территории в области. У материальных конторах люди с обмежеванными махчимостями складаюць каля 20% от огольной колькости наведывальников. Створить для их наибольшей комфортной умовы и мкнуться во усіх 35-ти дзеючих на гомельщинь и нотариальных конторах. Наша контора расположена на втором этаже. У нас на первом этаже оборудован стол. И в случае, если к нам обращается инвалид, мы просто спускаемся, представитель его приходит, и мы с документами к нему спускаемся, и где разъясняем, подписываем документы на первом этаже. У нас есть специальное место для инвалидов в конторе. А прожатого некаких разов угод для инвалидов у нотариальных конторах Гомельской области организуются бесплатные консультации. Плюс тут не только постоянно проводят для их нотариальные деяния по зниженных тарифах у ответственности с урадовой постановой, а ле и принимают самостойные решения об частковом цеповном вызволении от оплаты. Такая махчимость так само продугледжена законодавством. А тому и решение об уделе у акции от чистого сердца сдается целиком логичным. До речи об ее проведении юристы доведались с выпуску новин. Мы услышали, перезвонили, мы посоветовались и просто-напросто для себя высказали мнение, что, наверное, мы тоже должны принять участие в этой акции. Потому что всем хочется иметь праздник, и наши нотариусы посчитали, что это правильно. То есть просто так, от души. Там от чистого сердца мы от души. Олег Синтеров, Евген Макеенко, Тайдер Рады Компания Гомель. На передаче дни Нового года у Луковской допоможной школы-интернат с веншаваннями и подарунками наведали представники Федерации правосоюзов Беларуси и областного объединения. На протягу больше, как 10-ти годов, Федерация поддерживает детей, яким так необходимы увага и клопот дорослых. Под 200 выники от выходящего года порадовать выхованцев интерната подарунками – это основная мета святочной сустречи. Федерация правосоюзов Беларуси в 2015 году выделила 60 миллионов на уладкование у Луковской школы. Новогодняя свята проходила во уже адрамантованной актовой зале установы. Гостей веншовали святочным шоу, якое подрыхтовали выхованцы школы разом с педагогами. А у подарунок Федерация правосоюзов привезла швейные машинки, спортивный инвентар и солодкие подшастунки. Даречи, у Луковской школы-интернат только одна из установ подобного типа, где правосоюзы подарили детям шаровное свято. Это акция, которую мы проводим традиционная. Она уже проводится больше 10 лет. Хочу сказать, что практически все 215 школ мы в этом году уже проехали. Молодежный танцевальный флешмоб отбылся у Гомеле. У акции, якая проходила под девизом «Не расстанемся с годом молоди», приняли удел представники розных районов в области. 2015 год был богатый на падзей и отзначенный активным уделом молоди у громадско-политичным жития региона. Разом с усёй краиной молодые люди святковали 70-ти годзе великой перемоги, а так само выказали свою громадянскую позицию подчас выборов президента Республики Беларусь. Проявиться деловую инициативу и творческие дольности молодые люди всё это смогли в проектах «Молодь» в «Продпрымальництве», «Яга на Руси», «Язк Беларуси» и «Зимовая весёлка». Непосредственными удельниками этих акций стало больше 400 человек. По выниках третьего працанного семестра 2015 Гомельская область является лидером Украины. До працанного руху долучились 15 тысяч человек. Для поравнания летость была укрыху больше за 11 тысяч. С 2008 года в области проходит конкурс «Лепшая молодая семья Гомельщины». Они принимают удел около 150 семья. Всё лето переможцем стала семья Телеман советского района Гомеля. Так само на протягу года отбылся форум для молодых людей за межеванными махчимостями планета спорта, доброчинный молодёжный велопробег «Будьма за здоровую Беларусь», открытый конкурс «Аутосинярытэн-2015». Региональный этап проекта стоидый для Беларуси и шмат інших акций. Год молодёй завершается, але творчая, инициативная и активная молодь Гомельщины плануя не меньше яскраво проявить себя в наступном годе, как и обвешаны Годом культуры. И на этом опошний селетний выпуск новинов завершены. Супрацовники телерадио-компании «Гомель» ввеншують вас, поважанные глядачы, с Новым годом! Мы заусёды рады кожной новой сустрэшы с вами. Для вас мы працуем и спадяемся, что и в наступном годе вы с цикавостью будете глядеть наши программы. Усяго вам самого доброго!